Мошенники Мошенники порой бывают настолько убедительными, что даже реальный сотрудник полиции не в силах остановить человека, попавшего к ним на крючок. Мошенники представляются сотрудниками банков, силовиками, кем угодно. Фантазия, которая способна приносить миллионные незаконные прибыли, безгранична. Чаще всего жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста, но и молодые люди тоже не застрахованы. Ольга о мошеннических схемах слышала не раз. И, казалось бы, не должна была попасться, но это все-таки случилось, и теперь девушка ищет этому объяснение. Ум был в расслабленном состоянии, меня подловили, нашли нужные слова. Не сразу, конечно, но меня убедили. Я сказала номер, сообщила номер. И когда я уже поняла, в конце я действительно поняла, что уже это обман, но было слишком поздно. Схема классическая. Мошенники, выдающие себя за сотрудников банка, сообщают о подозрительной активности на вашем счете. Решающую роль, по словам Ольги, сыграли детали. Что таким-то, таким-то человеком, фамилии, имя, отчество, что была совершена покупка на ваш счет на такую-то сумму, когда вот чем больше они грузят деталей, это же такой психологический ход своего рода, да? И ты начинаешь уже концентрировать внимание на этих деталях и упускаешь главное, что тебя обманывают. А вот от сотрудника одного из отделений Коголымского банка детали не ускользнули. По поведению посетительницы он понял, женщина вот-вот станет жертвой киберпреступников. Если глаз наметан, таких видно сразу, говорят сотрудники. Владимир Маргун работает в банке с 2019 года. И на самом деле, внимательность и ответственность отношения к клиентам, это является его визитной карточкой. Поэтому заслуга его в том, что в очередной рабочий день он предупредил перевод денежных средств мошенникам. Чем самым помог спасти денежные средства наших клиентов. Сотрудники банка заинтересованы в снижении количества подобных преступлений, не меньше служащих полиции. За такую бдительность и содействие Владимира поблагодарил лично начальник ОМВД. Владимир Владимирович, выражаем благодарность за взаимодействие с органами внутренних дел, активную гражданскую позицию по предотвращению мошенских действий мошенниками, которые пытались перенести деньги потерпевшей жительницы города Коголым. Спасибо. Вам благодарность на письмо. Если все сотрудники будут действовать так же, то и случаев мошенничества будет гораздо меньше, говорят в полиции. И снова граждан призывают быть бдительными. Еще раз хочу напомнить нашим клиентам, что никому, даже сотрудникам банка, нельзя называть конфиденциальную информацию. Это номер банковской карты, уведомления, которые приходят вам в СМС, а также трехзначный номер, который указан на оборот на стороне карты. Статистика жертв мошеннических схем неутешительная. С начала года у россиян похитили свыше трех миллиардов рублей. Вернуть удалось лишь немногим – более двухсот миллионов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!